Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Очень сложная для меня тема, в том смысле, что представляю, сколько какашек полетит в меня, и сколько, ну, скажем так, разных мнений у разных людей по этому поводу. Каждый, естественно, делает так, как он считает нужным, и у каждого мозги свои. И я попытаюсь раскрыть, ну, или хотя бы обозначить точки, критерии, по которым я отбираю, или, скажем так, выношу свой вердикт для своих приманок. Начну с воблеров. Вот, как правило, ну, проверяю воблер я. Ну, основное условие в моем случае, это, ну, не жор, скажем так, ну, хороший активный клюв рыбы. То есть, мое убеждение, что приманку нужно проверять тогда, когда рыба активная, она очень хорошо клюет. Понимаю, это очень тяжело себя заставить, когда у тебя вот такая вот большая коробка воблеров, в ней там, ну, не знаю, у меня, допустим, большая там, я не считал их никогда, но, думаю, не меньше 50. Это я имею в виду больших бурати, не беря маленьких. Вот, и у тебя, как бы, ты заброс, раздача, все клюет, и ты должен снять воблер, на который клюет, и поставить воблер, на который, ну, как бы, ты только купил, или не знаешь, или у тебя на предыдущих рыбалках с ним какие-то проблемы. То есть, вот, как правило, как мы делаем свои выводы? Или как появляются всевозможные рейтинги? Вот я всегда смеялся, допустим, ну, не смеялся, но, скажем так, мне было непонятно, как человек может делать такие выводы. Там, вот, допустим, зайдешь на форум, я-то давно, как бы, в этом кручусь, ну, скажем так, 15 лет назад, да, и там рейтинг самые уловистые колебалки. И там, ну, каждый год оно, ну, как правило, везде одно и то же. Там первая тройка, это смит-пюре. Если поговорить, допустим, с человеком, то как это вот оказалось? Вот у него их всего там 6 или 5. И тут он пришел на рыбалку, поставил колебалку смит-пюре, забросил, ба-бах, поймал рыбу. Там еще два раза забросил, поймал рыбу или поклевка. Еще раз забросил, поймал рыбу или поклевка. У него есть другая какая-то колебалка, я не знаю, ну, любая другая, да. Он снимает смит-пюре, думает, ага, классная вещь, все, я ее проверил, обкатал. Одевает эту колебалку вторую, первый заброс, нет ничего, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, да ну, нахрен она не ловит. Одевает опять смит-пюре, опять поклевка. И вот вам рождение легенды. Хотя фактор может быть разный, то есть, допустим, в этот момент времени, именно этот цвет, именно такое, ну, скажем так, колебание, ну, то есть, много факторов, которые мы не знаем. И рыба нам никогда не рассказывает. Вот так рождаются легенды. Точно так же рождаются легенды. И вот никогда, вот заметили, вот на моем канале, никогда не было топ лучших, там, десятка лучших воблеров, там, самая лучшая резина или там силикон. Вот это супер блесны, остальное все, какашки. Я такого никогда в жизни не делал. Чем больше я рыбачил, и тем, и чем обширнее, скажем так, орел моих поездок рыболовных, то есть, другие страны, вот, другие регионы, совершенно разные условия, тем больше я понимаю, что все это настолько местечковое, то есть, если я ловлю здесь, там, ну, вышел из дома, у меня озеро, вот, это одна рыбалка и одни, как бы, топ, да, там, воблерову, силикона и так далее, то есть, которые у тебя формируются, там, по протяжении какого-то времени, хотя все равно по силикону у меня тут своеобразное мнение, я в этом убежден, никому не навязываю. Ну, дойдем до силикона. Вот, стоит отъехать буквально 100 километров, и все. Притом, это касается не только, допустим, приманок на щуку, там, окуня, на хищника, да, точно так же происходит и, допустим, с мирной рыбой. Вот, последние мои поездки были в Днепропетровскую область, которая от меня находится 86 километров до Днепропетровского. Ну, что тут такого кардинального? Один поезд, приблизительно от нее те же поповодные условия. Ловили мы одну и ту же рыбу. Нашему карасю только дай, этого самого опарика, с удовольствием кушает, там, подсадочкой, да, бутербродик, там вообще на опарика никак. На искусственного ловится, зараза, на настоящее живого, не хочет хоть застрелить. Вот как объяснить, да? То есть, к чему я веду? Это вот даже мои рассуждения, они настолько спорные, но это мой опыт. Я попробую поделиться с ним. Потому что вот отъехав 100 километров, и уже может быть все по-другому. Вернемся к воблерам. Вот я купил какой-то новый воблер. И выезжая на рыбалку, там, бросал на то, что я знаю четко, что ловит, что со всех сторон мне уши дует, это супер-пупер. И оно действительно у меня ловит. Я вот, как бы, вот купил новый. Я имею поклевки на старые свои, имею там поимку. Я ставлю новый воблер. И ни хрена у меня не клюет. Я думаю, вот зараза, нара воблер какой-то хреновый, да? Но это еще ни о чем не говорит. Вот повторюсь. Вот для меня фактор основополагающий. При, ну скажем так, выборе. Не выборе, а оценке приманки. Вот то есть, когда идет раздача. Многие могут сказать, да тогда вообще на все подряд клюет. Не на все. Не на все. Вот мой жизненный опыт, я, конечно, могу тут рассуждать еще часа-полтора. Могу рассказывать вам, как я в течение трех лет не смог разловить джип смитовский, да? То есть, классику твича. То есть, вот у меня 20 воблеров. Я берусь, ловлю вот такого шнурочка, снимаю заброс, ловлю вот такого шнурочка, снимаю. Ставлю джип. 50 забросов ни одной поклевки. Это при раздаче. Когда я их поймал, там штук 60 этих шнурков. Ко мне уже надоело их ловить. Вот. Потом, честно, три года я его в разных водоемах... Ладно. В общем, короче, смотрите. Я стараюсь проверять новинки тогда, когда клюет. Чтобы понимать, вообще не интересует рыбу или нет. Поскольку воблера это сложная приманка. Она разрабатывается иногда под очень конкретные условия. То есть, допустим, мы что покупаем воблера, ну, в основном, там, японские, да. Может быть, финские. Ну, у каждого свои предпочтения. Сейчас рынок большой. Ну, в принципе, вот, допустим, мы купили какой-то японский воблер. Мы понятия не имеем, для чего он, ну, как бы, создавался. Никто из нас не пойдет на сайт, ну, за редким исключением, на сайт производителя, чтобы почитать, что этот воблер, к примеру, создавался для ловли, ну, я не знаю, это что, нутрировано говорю, да, для ловли, там, ставриды или саргана. Именно утром во времена прилива. То есть, в отлив он уже не будет работать. Ну, они так сделали. Мы-то этого не знаем. Нам что важно? Мы купили, нам по барабану, мы лучше всей планеты, мы умнее, у нас душа и прочие-прочие эпитеты. То есть, мы купили воблер, который, ну, как бы, рассчитан на баса там или сибаса, а мы им ловим щуку и не пальмемся. Да, такое тоже возможно. Но если воблер не ловят в определенных условиях, это не значит, что воблер равно. Это значит, просто он создан для другого, и мы не знаем, будет он ловить у нас или нет. Поэтому, дабы не рыться там на куче, я для себя вывел немножко другую формулу. То есть, когда идет раздача, я ставлю тот воблер, который новый, который у меня, допустим, не очень хорошо стрельнул на других рыбалках. Вот. И пытаюсь для себя понять, он вообще под наши условия или нет. Или просто это хороший рабочий воблер, но не для нас. Он создан для моря. Ну, вы же обращайте внимание, крючки бывают оцинкованные. Они и у нас ловят. Это целая тема ему про воблера рассказывать полдня. Но он создавался для морской рыбалки. Конечно, он будет ловить и здесь. Но я для себя должен понять, в моих условиях, которых я ловлю, он будет ловить или нет. Вот для этого мне нужна раздача. Мне нужна большая активность рыбы, для того, чтобы понять, она вообще им, в принципе, интересуется. Или это действительно узконаправленный какой-то инструмент, какая-то приманочка для ловли той рыбы, которой у нас нет. Это основное. Не факт, что такой воблер или там другая приманка, ну, как бы, не выстрелит никогда. Бывает исключение очень сильное. То есть, когда все основное, золотое, которое, как бы, вот в любой водоем забрось, обязательно помает рыбу, не клюет. Ты ставишь вот то, что никогда у тебя не ловило рыбу, и начинаешь ловить. Такое тоже бывает. Но опять, мы сейчас разбираем рыбалку не как рыбодобычу и не как... Ну, лично я ее воспринимаю как хобби, как удовольствие. И я не вот... Вообще, модно. Трудовая рыбалка. Мне не нравятся трудовые рыбалки. Мне нравятся рыбалки, когда я ловлю рыбу и получаю удовольствие. Вот мы недавно с Никитой были на рыбалке, вот обсуждали эту тему. Вот он продал лодку с мотором, а работает он тяжело. Хотя он врач, но это у него тяжелая работа. И вот он говорит так, говорит, Дин, ты понимаешь, мне работы хватает на работе. Я здесь хочу просто получать удовольствие. Вот мы сидим, говорит, вот мне эта рыба нахер не нужна, что мы рубим. То есть, я ее могу купить, я не голодаю. Но я хочу раз и поймал, раз и поймал. А не так, как мы с тобой, говорит, целый день мотаемся. Там 40 литров бензина спалили. Там 3 несчастных сёдочка, 4 окушка поймали. Говорит, что это за рыбалка? Нахер она мне нужна? И мы вымотаны, говорит, возвращаемся домой. Вот я с ним согласен на 100%. И вот для того, чтобы рыбалка была не трудовой, я пытаюсь понять, что ловит как бы очень часто, а что ловит иногда. Точно такая же картина в железяках. Притом, не важно, это вертушки, колебалки и так далее. То есть, я предпочитаю, допустим, свои колебалки, которые я... Ну, иногда делаю, у меня есть свои модели, я их не иногда делаю. Я делаю много, но какие-то идут в утиле, которые какие-то идут в массы. Я приезжаю туда, где некоторые самые умные, самые как бы... В общем, самые-самые. Говорят, вы ловите в кастрюле, вы ловите там, я не знаю ещё где, в луже и так далее. Вот я приезжаю туда, и когда идёт самая активная, ну как бы, фаза поклёвок форели, когда, как многие говорят, да что не забрось, она клюёт. Бывает такое, что забрасываешь, а она не клюёт на вот это. Сто процентов не клюёт. То есть, вот ты забросил одну блесенку, ведёшь, тык-тык, поимка, тык-тык, поимка. Ставишь другую, как вроде это вообще дрой водоём, вокруг тебя люди дух-дух-дух, один, второй, третий, а у тебя нихрена. Вот есть такая блесна, черебавая называется, да, ну бабочка такая, треугольная, да, вот. Вот она из вот этой категории, то есть она может не ловить тогда, когда у тебя идёт раздача, но бывает так, что когда ты перебрал 200 штук, и у тебя нихрена не получается, да, ты ставишь эту блесну, ну только в определённом, форель очень, ну, привередливая рыба, да, и это одна, единственная блесна, делая тебе всю рыбалку. Вот бывает так. То есть, есть сложные инструменты для поимки рыбы, есть более простые, надёжные, усреднённые, как тоже смит-пюре, да, которая, как бы, не требует никакой особой проводки, понимания, то есть она создана для человека, который, ну, не то что малоопытен, да, но он не заморачивается, он забросил равномерочкой провёл, рыба плюнула, всё хорошо. Вот. А есть блёсна, которые там требуют под твитча, там, постукивания по бланку, то есть, ну, всевозможных разных этих. То есть, опять моё глубокое убеждение по железякам, по вертушкам такая же картина, такая же картина. Но тут ещё для меня важен визуальный, скажем так, вот, как заводится вертушка. То есть, её надо забросить, потом дёрнуть, и потом сбавить оборот до того момента, когда начинаются сбои на лепестке. Или забросил и, скажем так, ну, заводится просто великолепно. То есть, вот есть такие шведские вертушки, мюран. Я так, ну, вот, стыдно мне, но я вот рассказываю. Да, я поверхностно относился к шведским вертушкам, а шведы, вертушки. О чём разговор, какие вертушки, какие шведы. И когда впервые в моей жизни появились вертушки мюран, я был в шоке. То есть, это вертушка, которая заводится просто от дыхания ветра. То есть, ты её забросил, и просто, как обычно, начинаешь вести проводку, она тут же вступает в работу. И если в данном, ну, как бы, промежутке времени на неё нет поклёвок, либо здесь нет рыбы, либо, скажем так, это не тот цвет, который в данный момент нужен рыбе. То есть, вот у меня никаких вопросов нет к этим вертушкам, 100%. Это не значит, что кроме них других нет. Другие тоже есть. Есть самодельщики прекрасно. У меня друзья делают такие вертушки, там, манисипусенькие, 0,3, 0,2, 0,4 грамма, которые там на горных речках форелят. Это всё есть. Но я просто говорю, за стандарт, который пришёл в магазин и купил. По колеблу, так, визуально, я не скажу. Потому что у меня лично бывали случаи, когда я делал колебалку, в ванне проводил, как она вот, ну, как бы, ведёт, и мне казалось, что это всё надо выбросить в мусорное ведро. Но, скрипя сердцем, думаю, ладно, вот, послезавтра еду на рыбалку, посмотрю, как она на воде, и тогда уже выброшу. Ну, у меня было чёткое убеждение, что я там 2-3 раза заброшу и выкину её хитренье в фене. Приезжаешь на водоём, вот почему ванна, как бы, не всегда адекватна. Во-первых, короткий промежуток, и во-вторых, ну, вода другая. Приезжаешь на водоём, эта колебалка начинает творить чудеса, и ты думаешь, ё-моё, так она ж как бы, оп-мик, а оно ловит. А оно ловит. Ну, с колеблом, как бы, немножко проще, особенно тех людей, которые, ну, как бы, вот я же говорю, форель, да? Вот. Или, ну, колебалка, это инструмент, который можно поймать, там, уклеечку, можно поймать окунька. То есть, вы когда забрасываете водоём, особенно микроколебалку, вы не знаете, что у вас клюнется, 100% уверенность. То есть, может клюнуть уклеечка, может клюнуть щука на килограмм, может клюнуть окунь, может, там, станфиш и так далее, там, вся рыба, там, ясь, голава или прочее, прочее, прочее. То есть, это более универсально. Если, допустим, на вот такой воблер у вас клюнет либо щука, либо окунь, вот, то на вот такую колебалочку у вас вид рыб, который может клюнуть, расширяется до горизонта. То есть, более проще, ну, как бы понять рабочую модель, да? Ну, хотя, опять же, если вы не в зуб ногой, то тоже, как бы, не всё так просто, как кажется. Есть колебалки, которые нужно поймать, вот именно ту проводку, на которую они рассчитаны. Я бы мог сейчас привести пример по поводу, допустим, заговорёнки. Вот она должна сбиваться с игры, то есть, она должна штопорить в одну сторону, возвращаться, колебать жопой, штопорить в другую. Не просто колебаться жопой, как обычная колебалка. То есть, вот, кто поймал вот это, ловят изумительно. То есть, тоже нужно понимание того, чего ты делаешь. Ну, опять, бессмысленно её проверять в ванной или в унитазе, да? То есть, во-первых, надо ловить, проверять там, где есть рыба и там, где она активна. Вот тогда можно проверять. Я понимаю, что тоже тяжело. Вот, ну, как можно... Ты ждёшь эту рыбалку, у тебя там 200 штук или там 20-30 блёсен. Я не знаю, сколько у вас там, вот таких, не вот таких, каких, какими вы ловите. Вот ты ставишь, допустим, большую ложку, 15 грамм, там, я не знаю, ну, любой фирмы, да? Забросил, и у тебя там щука, там, ещё 3-4 заброса, опять был выход, опять там поймала кунька. Как её снять и поставить тоже? Оно же лежит, оно уже жрать не просит. Вот в такие моменты надо проверять. Вот только так. Это что касается железяк и, скажем так, буратин. Что касается силикона. Намного всё сложней, намного всё запутанней. Тут для меня, скажем так, ну, я бы не сказал, что тёмный лес, но всё более сложно. Вот так однозначного ответа сказать я не могу. Потому что, вот да, бывает раздача, но раздача именно вот эту модель силикона. А на другую вообще нихрена. То есть мы втроём в одной лодке, ну, в большой, да? У двоих один силикон, у третьего другой. Бросаем в одно и то же место. И как бы есть поклёвки или нет. К тому же рыба, ну, на мой взгляд, привыкает. Год от года меняется. Ну, я не знаю, по силикону у меня вот есть такие модели, которые действительно, они очень удачные. Я не знаю почему. Их многие копируют друг у друга. И ловят и копии, и не копии. По поводу съедобности, я помню, когда начинал появляться этот съедобный силикон, при том съедобность его определялась наличием соли, вот как у Гарика Ямамото, да? Его знаменитые черви эти. Они рвались, это, ну, твистера. Да, на них клевало сумасшедшее. Я не думаю, что это из-за соли, которая там. Вот. Но это моё личное мнение. Сейчас гораздо всё сложнее с этими аттрактантами. Они появились на молекулярном уровне, туда добавляют всё, что угодно. Там и запах крови, и вкус, и ферменты всевозможные, которые мы, может, даже на запах не ощущаем, но это важно рыбе. Вот. Но всё равно, прежде чем взять в рот чего-то, рыба должна подойти и заинтересоваться. Вот есть вещи, которыми она интересуется сразу, такие вот, знаете, как бы разведчики, да, в силиконе. Ну, вот по силиконе я бы так сказал. Всё-таки тут должны быть такие данные, как бы именно с вашего региона. Потому что очень сложно всё, в том смысле, что вот где-то в вашем регионе может работать одна приманка, да, ну, как разведчик, который вот ловит все, да. Притом тоже не у всех. То есть у каждого из нас моторика подача приманки разная. Ну, всё-таки вот как бы важно знать, рыбалка от рыбалки как бы очень сильно отличается от силиконовой, джиговой, да. Сегодня рулило одно. Вот если вы не один на воде, там, раз набрали, ага, Андрей, как у тебя, на что, на это, на то, ага, какой цвет, с какой глубины. То есть столько всяких факторов, что мамамия. Ну, проверять силикон, ну, я не знаю, тоже. Смешивать всё кучу не хотелось бы. Допустим, микросиликон, это одна тема. Ну, то есть ультралайт, да. Вот, силикон большой, там, судак, щука и так далее, это другая тема. Да, есть определённые какие-то, ну, устоявшиеся, скажем так, ну, стереотипы. Но я люблю их нарушать, и зачастую это помогает. Вот. В ультралайтовой ловле тоже надо найти скопление рыбы и опять проверять, и проверять, и проверять. То есть ловится хорошо. Снимите, поставьте то, на что у вас до этого не ловилось, и проверьте, рыба интересуется этим или не интересуется. То есть, ну, всё-таки принцип, наверное, один и тот же, хотя с силиконом я бы не дал, ну, стопроцентной, как бы, рекомендации, что это именно только так. Только так. Ну, я зачастую делаю вывод о приманке, вот, особенно воблер и железяки. Это именно, вот, исходя из моего опыта, вот такого. По силикому сложнее. Его столько, что тяжело себе даже представить. Не знаю, может быть, кто-то из вас, у вас есть какая-то своя методика, ну, скажем так, проверки силиконовых приманок на адекватность и ловлю. Потому что, ну, скажем, в моём случае, что написано на пачке, для меня не важно. Разные очень крутые фирмы, японские, не японские, американские, выпускают кучу силикона. Наши умельцы делают точно такое же. И я бы не сказал, что оно там в разы хуже, или даже просто хуже. Иногда, иногда копия гораздо лучше оригинала. Такое тоже бывает. И ловят гораздо лучше. И там сидит на крючке лучше, и там долговечнее, и так далее. То есть, я не знаю, у меня по силикону, как бы, я бы не... Вот у меня ящик на рыбалке, и мы перебираем. Знаю, есть приманки, в которые я верю. И они будут ловить. Потому что я их буду одевать чаще, чем другие. Если я не верю в этот силикон, хотя он у меня есть, да, а верю в этот, потому что там из десяти рыбалок на девяти он мне приносил результат. Чаще всего я одену этот. Хотя, может быть, на этот бы тоже клевало. Но опять. Если бы я жил где-нибудь на море, да, там, на Дальнем Востоке, или, я не знаю, там, в Швеции, или в Норвегии, где как бы... Там тоже не все так просто, что без трусов в воду не зайдешь, все тебе обдрызут, куда не забрось, везде рыба. И там как бы нужно знание, нужен опыт, понимание места и так далее. Глубины и тому подобное. Но гораздо проще, потому что количество рыбы сумасшедшее. Ну, в моем понимании, да. Гораздо больше, чем у нас. И тратить время на замену вот этого на вот это, когда у тебя вот ты нашел, подобрал ключик, и у тебя чуть ли не каждая рыбалка трудовая, я понимаю, как это тяжело. Но иногда это делать надо. Вот мне немножко проще. Я несколько раз в году выезжаю в другие места, в разные, но раз которые находятся от меня там 6-7 тысяч километров. Вот, иногда и больше. Опробую то, что дома, как бы опробую в других условиях. Мне немножко проще. Но у меня резон, как бы, готового рецепта нет. Понимаешь, что я наговорил тут хаотично. И только, ну, как бы, для людей, которые ждали от меня, что нужно, допустим, 200 грамм мяса, 300 грамм лука, 3 морковки, 2 луковицы посолить, и вот вам готовое блюдо, там, борщ или еще чего-то. Я такого не могу сказать. Я могу только немножко поделиться своим опытом. Если у кого-то из вас, учитывая ваш опыт, жизненный и рыболовный, есть какие-то свои предпочтения и наработки, пожалуйста, поделитесь с нами. Или сбросьте ссылочку на свое видео. Расскажите, я буду очень рад, как бы, подчеркнуть чужой опыт. Я его никогда не отрицаю. Мой это мой, чужой это чужой. Два раза вместе это гораздо лучше, чем один. Очень буду благодарен, если вы напишите под этим видео комментарии свое видение этой, ну, не проблемы, а, скажем так, ну, скорее всего, проблемы. Да, этой проблемы. Я буду очень рад, если вы напишите, как вы, вот, относитесь к тому, чему я сказал, как вы проверяете и так далее. Я думаю, для всех, для нас, для рыболовов, неважно, кто-то три дня ловит, кто-то, как я, 50 лет. Это неважно. Важно, как бы, по крупицам собрать и применить или не применить для себя. Надеюсь, сильно камнями в меня не побросаете. Скоро будут рыбалки, будет их много. Практически каждый день. Но пока, спасибо, если вы были со мной. Обязательно напишите, как у вас с этим делом. Всем мира, добра. Еще раз спасибо, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова